Слава Богу! Сегодня 22 января. Трансляция. Трансляция, посвященная памяти отца Александра Мени. Так, уже есть зрители. Слава Богу! Трансляция на моем канале YouTube. Вот, прямо сейчас начинается она. Слава Богу! Так, да, друзья, приветствую всех. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Дорогие братья и сестры, возлюбленные во Христе, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем. И сегодня у нас 22 января 2018 год. И 22 января у нас в календаре, вообще, в нашем православном обновленческом календаре, в календаре реформаторской православной церкви Христа Спасителя, отмечается память. Мы вспоминаем праведника Божьего, мужа Божьего, великого мужа Божьего. Вспоминаем героя веры, отца Александра Меня, священник-протеерей Александр Мень. Это он как раз стал в наши дни, в наше время предтечей реформации, православной реформации. И как православный священнослужитель, как архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя, я, конечно, часто вспоминаю добрым словом, ну, бывает и недобрым, ну, как сказать, не то, что недобрым, но бывает критикую некоторые учения, не соглашаясь с некоторыми учениями Александра Меня, но всегда я делаю поправку на то и говорю то, что он был священником традиционной православной церкви, традиционалистской такой, русской православной церкви, Московского Патриархата, в которой и я, в общем-то, 30 лет назад тогда начинал свое служение православного церковнослужителя, священнослужителя. И, в общем-то, тогда, когда я начинал свое служение, об отце Александре я слышал, но личной встречи с ним у меня, к сожалению, так и не было. Я собирался все ехать к нему, в Москву, но я служил тогда в Орле, в Орловской епархии, ну, Орловско-Брянской епархии и в Московской частично. Значит, в 88-м году, 87-88 годы, как раз 30 лет назад, начиналось мое служение в русской православной церкви Московского Патриархата. Сейчас я реформатор, обновленец, вот, епископ, предстоятель реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Тогда, 30 лет назад, я начинал свое служение как чтец, как, сейчас я скажу, руководил хором. Сейчас я ищу, ищу как раз, жду ваши вопросы. Кстати, можно писать прямо здесь даже, не только на e-mail, вот, я проверяю, значит, тоже некоторые пишут мне на электронную почту, но можно прямо здесь писать, вот, непосредственно, значит, под этим видео сейчас. Вот, и я уже буду получать эти сообщения и отвечать. Это прямой эфир, я напоминаю тем, кто подключается сейчас, посвященный памяти Александра Меня. Так, сейчас я вот посмотрю, что здесь есть. Вот, и у нас в эти дни проходят Александровские чтения ежегодно. Ну, обычно в сентябре больше, как бы так вот, на слуху эти чтения у нас. Вот, но и в январе также проводим. Почему? Потому что, ну, в сентябре это, будем так говорить, день его смерти, да. 9 сентября в нашем календаре обозначено как раз тоже имя Александра Меня, вот, а уже, значит, 22 января, вот сегодня, тоже его имя есть в нашем календаре Реформаторской Православной Церкви, вот. Вот. Но сегодня мы вспоминаем его день рождения. Он родился в 35-м году, 22 января. Так, вот сейчас я смотрю, что здесь есть. Проповеди. Да, есть сообщения. Вот как раз эти крещения. Сейчас крещение Господне идет у нас. Вот, можно будет прочесть. А сегодня вечером будет чтение у нас. Александровское чтение. Вот, я, наверное, попрошу кого-то из братьев тоже, вот, прочесть. Вот. Да и сам я почитаю. Тоже, думаю, почитаю. Так. Снова привет из Эстонии. А, Андрей, да, привет всем святым в Эстонии. Слава Богу. Вот. 86-й год. Вот. О крещении Господнем. Здесь у него хорошее такое слово. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь мой мог бы прийти на землю и явить свою славу такими словами. Вот я пришел к вам, чтобы спасти вас, я Сын Божий, посланный Отцом Небесным. И должна была вздрогнуть земля, а небеса поколебаться, и люди должны были пасть перед ним. Но на самом деле все было не так. Толпа кающихся грешников стояла у берега Иордана, и когда они входили в воду, омывал их своей рукой Креститель Господень, в знак того, что они покаялись, и Бог простил им их грехи. И так коротко и просто говорит нам Евангелист, что среди этих людей был Иисус из Назарета Галилейского, который пришел креститься у Иоанна. Ничем себя не выдавал, ничем себя не возвысил, ничем себя не отделил, а вместе с другими грешниками и безгрешными вошел в воду Иорданскую. Иоанн склонил свою голову под руку Крестителя, чтобы быть одним из нас, быть рядом с нами, быть вместе с падшими и грешными. Ему не нужно было омывать грехи, хотя он и был человек по плоти, по духу и по душе, но он был человек, свободный от греха. И однако он встал вместе с грешниками, вошел в воду покаяния вместе с недостойными. И даже Иоанн, видя это, почувствовал сердцем, что не надо Иисусу Назарянину каяться в грехах, и сказал, я должен у тебя креститься, пред твоим взором должен просить покаяния. Но Господь ответил ему, оставь, так мы теперь должны исполнить всякую правду. Правду, то, что Бог возлюбил мир и приблизился к падшим людям, к людям недостойным, грязным, греховным, людям, которые его всегда предавали, людям, которые от него отворачивались, которые никогда не были ему верны. И вот чистый встал к нечистым. Это и было Бога явление. И ничего он не сказал, молчал Господь, входя в воды святой реки. И когда он вышел, поднялся на берег, Иоанн увидел, как Дух Божий почил на нем, подобно трепещущим крыльям голубя, прилетела, трепетала над ним слава Божья, ибо голубь означал спасение. Вы все должны помнить, что когда-то, когда всемирный потоп заливал земли, то в ковчеге своем, в корабле, спасался Ной, и весть о спасении, о том, что вода начала уходить, принес ему голубь. В клюве у него была масличная ветвь. Это означало, что вода сходит, поднимаются деревья. С тех пор голубь – знак надежды, голубь – знак мира, примирения, голубь – знак спасения. И именно поэтому Дух Божий является нам в виде голубя. И голос Отца Небесного обращается к каждому из нас. Вот Он, Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Вот Он, униженный, молчащий вместе с грешниками, несущий на себе бремя, крест смирения до конца, до смерти. Вот Он, Сын Мой возлюбленный, Ваш Спаситель, Ваш Брат, Ваш Бог, в Котором Мое благоволение. Аминь. Это проповедь, я сейчас прочитал короткую такую проповедь, это выступление в церкви, в храме. Отец Александр Мень во время крещения Господнего, 86-го года, запись была сделана, 86-й год. Ну, 86-й год, а уже в 87-м я начал уже служение в храме. Тогда я помогал еще священнослужителям, помогал в Орле, в городе Орле, в село Лепешкино, там помогал священникам, ну, в частности, про Терею тогда, вот, Иоанну Квитович, в общем-то, который мне потом дал и путевку, как говорится, в жизнь, церковные уже, церковнослужители. Вот, и, знаете, Александр Мень, он стал неким знамением, знаком, вот, нашего времени. Я помню, собирался к нему, вот, сейчас жалею, что не поехал тогда. Сейчас жалею, конечно, что так вот получилось все. А когда уже собрался было, все уже, и билет на руках, все, я собирался уже ехать, вот, пришло известие, даже, не помню, по радио, по-моему, сообщили вначале даже, или по телевизору, что вперед там было, что убили отца Александра Мения, священника московского. Вот так вот. Вот, и, знаете, конечно, и сегодня, скажу уж, как вот, как реформатор, как обновленец, сегодня я, вот, пересчитывая вот эти, даже проповеди его, такие наставления, сейчас идет праздник Крещения Господнего, вот, с самого вот, ну, с очейника, 18 число, вот, с 19 января, по традиции православной, до самого 27 числа, совершается празднество, вот, Крещения Господа Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот, и, перечитываю и его крещенские беседы, наставления о Крещении, вот, беседы, как бы, подготовительны к окрещению, и вот здесь вот, короткая сейчас проповедь, я прочитал, о Крещении Господнем, вот, на этот праздник, как раз, его короткое слово. Знаете, друзья, вот, о Таинстве Богоявления, он очень, сказал, правдиво, очень понятно, очень доходчиво. Тогда, вот, в 80-е годы, вот, были уже годы перестройки вовсю, и, знаете, действительно, очень много советских граждан тогда было, на пороге великого поражения, великого банкротства. Идеология коммунистическая, она уже трещала по швам, в нее, в нее уже, по сути, никто не верил. Самые широкие массы трудящихся разочаровались в самой идее коммунизма и, значит, Советского Союза. То, на чем стояла, собственно, тогда страна, казалось, монолитной, единой, но это все, весь монолит разрушился, просто в дребезге, в одночасье, потому что народ на самом деле, народ ужасно чертел, и все это на самом деле, и прогнила система изнутри вся. И безбожие, как бы его не культивировали, хотя селекционно, будем так говорить грубо, именно селекционно выводилась новая порода, раса новая, человеческая, гому советикус, можно назвать так, человек советский, человек атеист, человек безбожий, безбожный, человек без рода, без племени, из разных народов земли, искусственно, селекционно выводился новый советский народ, который был бы народом атеистом, народ, которого в истории человечества никогда раньше не было, абсолютно. Потому что любой народ, любое племя, даже самое забитое, самое отделенное от всех живущих где-то на островах, где-то там в джунглях, в бразильской сельве, где бы ни проживал этот народ, все равно о Боге, о Создателе люди что-то знали. Пусть первобытные, примитивные какие-то познания, но о Боге сохранялись все равно. И создавался советский народ, но как только рухнул коммунистический этот строй, эта террория коммунистическая, то множество людей стало искать Бога в открытые уже, не стесняясь. Приходили в храмы. Здесь в Рязани, я помню, в 91-й год я уже был священником здесь в Рязани. И уже год как не было отца Александра с нами, да, через год после его смерти меня как раз здесь в Рязани, вот как раз руку полагали священники. До того я нес диаконское служение, и подиаконское чтеца служение, и послушание в церкви. И в 91-м году стал священником и ереем, вот, как чтец трудился в Орловско-Брянской и, значит, Московской областях, вот, а как уже священник и ерей здесь в Рязани, в Рязанской области и в Брянской немного области, опять-таки. Вот, и, знаете, но перечитывал работу Александра Мени, его как раз стали издаваться книги, тогда, значит, уже не, знаете ли, набрано так под копирку, как раньше у нас был самоздат такой, знаете ли, те ребята там даже в семинаре, кто хорошо могли быстро печатать, там под копирку давали, бумагу покупали, вот, и на печатной машинке так вот перепечатывали, как могли. Вот, а уже появилась нормальная техника, уже и еды, и тиражирование, и, в общем-то, стало издаваться много всего начала 90-х, вот, христианской литературы, я помню, приезжал в Ленинград, потом уже в Петербург, стало называться, приезжал как раз вот за литературой в Александрнецкую лавру. Попадал, конечно, на лекции, тоже с удовольствием огромным, на занятия семинарские в Александрнецкую лавру, хотя я там не числился, в общем-то, просто приезжал в гости, а у себя там в Москве, значит, в Загорске, потом ставший Сергием Посадом вновь, старое название было возвращено. Знаете ли, вот, тоже перечитывал Александр имени, знаете, друзья, и здесь в Рязани тоже общался тогда, отец Андрей Правдолюбов был, кстати, не знаю, где он сейчас, жив ли он, даже не знаю, был, ну тогда он секретарем епархии, по-моему, или ключарем собора, не помню точно, наверное, секретарем епархии был, даже он, отец Андрей Правдолюбов такой был, про Терри здесь, очень интересный человек, вот, и тоже как раз вот Александра имени вспоминали добрым словом, значит, но не все священники, правда, и были, и те, кто противился, да, вот, идее таких перемен, таких вот именно оживления церкви. Вот, вот, издатели в 96-м году именно работа Александра имени во многом помогли мне, сформировали меня и помогли мне, вот, именно преодолеть сектантское мышление тогда мое православное, и выйти из традиционализма, и стать реформатором. Во многом это произошло, конечно, благодаря проповедям Эрла Штегена, немецкого проповедника в Южной Африке, Людмила Плетт написала книгу, издали в 90-е годы, тогда ее пробуждение, начинается с меня, вторая книга этой трилогии, ее очень сильно повлияла на меня, но, знаете ли, во многом именно как вот православному священнослужителю именно работы Александра имени помогли мне, и помогает до сих пор, хотя я повторяю, что, конечно, как вот священнослужитель, как вот реформатор сегодня, я, конечно, говорю, что не совсем согласен, далеко не совсем согласен с тем, в чем жил и чему учил отец Александр имени, знаете ли, но в главном у нас, у христиан, должно быть единство. Во второстепенном свобода разнообразие, а уже во всем любовь, Божья и святая любовь. Вот, и, значит, сам как реформатор я, конечно, с 96-го года самого отказался от всяких вообще форм многобожия, так или иначе. Я это не только не оправдываю, я от этого отрекся, отказался, и, то есть, от веры в разного рода посредников к Богу, якобы, вот, от молитв святым умершим, вот. Вот, даже тот же самый Александр имени, у нас он в календаре нашей церкви, он есть, значит, и даже не один раз, два раза вот в году мы вспоминаем его память общецерковно, но мы не молимся ему, я лично не молюсь ему, потому что я знаю, что, знаете ли, между нами эта пропасть, которую Бог запретил переходить, общение живых и мертвых, всякого рода спиритизм, это и зло, и это и грех, и я категорически не согласен с теми, как раз с подавляющим большинством православных священнослужителей, которые и сами практикуют это, и других втягивают в подобное лжеучение, то есть, молитвы разного рода посредникам, якобы, к Богу, ведь я лично провозглашаю слово Божье, которое говорит, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, то есть, действительно, один Иисус Христос является ходатаем, великим первосвященником, посредником к Богу. Вот, я держусь этого правила, но, конечно, я понимаю, что я лично не осуждаю тех, кто поступает иначе, и кто молится разного рода посредникам, их осуждает слово Божье, их сам Бог осуждает, я не осуждаю, я лишь напоминаю всем, что за все, что мы делаем, живя в теле, добрый или худой, мы дадим отчет пред Богом, и чтобы не опозориться перед Ним, знаете ли, вечности, здесь, в земном нашем бытии, есть покаяние, есть исправление, и слава Богу, я благодарю Бога, что вот в 96-м году я воспользовался этим призывом Божьим, и покаялся, покаялся в этом многобожии, и отрекся от Него, и молюсь с тех пор только лишь Богу, Господу Богу всемогущему, моему небесному Отцу, нашему общему небесному Отцу, во имя Господа Иисуса Христа. Вот, и, конечно, жаль, что даже такие искренние души, как Александр Мень, вот, до последнего дня своей жизни, так или иначе оставались в этом, в этой ереси. Хотя, у Александра Меня следует отметить тоже, и в этом эфире отмечаю, что была такая, знаете ли, эволюционная реформация, то есть постепенная, поэтапная такая реформация, реформация, может, не революционная, но эволюционная. Вот, и Александр Мень, он, получается, как священнослужитель, как церковнослужитель, он проделал путь такой, знаете ли, эволюционной реформации в своей жизни, потому что он, как сказать, даже вот переписывая свою книгу, он ее время, он ее всю жизнь доработывал, книгу своей жизни, главную книгу своей жизни, Сын Человеческий. Вот, но переписывая ее, он переделывая ее, добавляя что-то, что-то убавляя, знаете ли, он все больше и большее, большее внимание уделял именно личности самого Христа, и все меньшее внимание уделял окружению Иисуса. Это очень показательно для меня, потому что, действительно, Иисус, он становился для меня всем, во всем, просто-напросто. Вот так вот. Это очень важно. Это эволюционная реформация, друзья. То, что богословы разных конфессий, деноминаций называют христоцентричностью. Христоцентричность – это обращение нашего взора, нашей веры к Иисусу Христу. Это возвращение наше к Господу нашему Иисусу Христу, как основанию, как фундаменту веры. Это очень важное, наиважнейшее вообще деяние, наиважнейшее дело. И это спасет, не только каждого из нас и спасает, но это спасет, я убежден, не только наши конфессии, но и деноминации, но и все мировое христианство, в общем-то. Потому что наше спасение только в нем, только в Иисусе Христе, и ни в ком другом, и ни в чем другом. Вот так вот. Слава Богу. Так что, друзья, да, сегодня вечером по московскому времени в 21.00, 9 часов вечера, да, в 21.00. Подключайтесь, друзья, подключайтесь, дамы и господа, братья и сестры, верующие разных конфессий, деноминаций. Подключайтесь. Я сейчас делаю такое пробное включение, это вот в 15.00 начал, вот уже почти полчаса идет трансляция, это вот. И, знаете, но вот вечером, сегодня будем как раз читать и Слово Божье, я думаю, в 9 часов вечера в 21.00 по московскому времени мы продолжим как раз. Я сделаю включение, интернет вроде позволяет скорость, но дай Боже, вечером будет тоже хорошая скорость, и можно будет выйти в сеть. Вот, и по поводу там некоторых тоже залуждений, заблуждений отца Александра, вот, следует отметить, допустим, такое, ну, самое, наверное, вопиющее, которое, к сожалению, характерно для православия традиционного, это спиритизм и всякого рода религиозный оккультизм, к сожалению. Вот, и самым таким наглядным примером, ну, я даже не говорю там о почитании мощей, почитании икон, значит, которые практиковал, к сожалению, отец Александр Мень, вот. Вот, придавая этому, конечно, объясняя это так духовно, высоко духовно, пытаясь, вот, знаете ли, оправдать это все. Но это все очень печально, что он оставался, ну, по сути, идолопоклонником. Это все очень печально, несмотря на всю свою прогрессивность мышления, может, даже где-то и с фигой в кармане, но по-прежнему продолжал вот эти акты почитания образов, вот, это очень печально. Но, еще более печальный для меня тот факт является, что в своем, вот, идолопоклонничестве он погружался в такой, именно, спиритизм, откровеннейший спиритизм. И, в частности, вот, его мама, когда умерла, он, сам Александр, очень переживал это все, очень сильно переживал, конечно. И он вырос, знаете ли, под крылом мамы, будем так говорить. И, вот, когда ее не стало, он переживал, и он в трудные минуты, он сам об этом потом признавался, он закрывался и разговаривал с покойной мамой, обращался к ней, поплакался, допустим, поговорил с ней, и потом выходил уже из комнаты, вот, и занимался своими делами прежними. И потом он видел какие-то ответы, чудеса в своей жизни, как бы, вот, ответы на его просьбы, с которыми он с мамой, к маме обращался, покойной. Вот, и сам Александр Мения это связывал именно с заступничеством матери, что мама на небесах, он верил, что она, как и другие святые, там, на небесах, согласно традиционалистскому, такому православному учению, оккультному, к сожалению, и ныне, по сей час, бытующему, царствующему, даже, лавенствующему в православии традиционном, как бы, заступается, молится за него. А церковь, торжествующая, да, на небесах, а церковь, странствующая здесь, на земле, но молитвенное общение наше только лишь с Господом Богом, наше общение только лишь с Духом Святым. И ни с кем иначе, никак иначе, абсолютно. Поэтому, чтобы, не дай Бог, нам не попасть, значит, ни в какие сети религиозного оккультизма, мракобесия, нам необходимо действительно обращаться к Богу, и только лишь к Богу, и только лишь одного посредника Иисуса Христа, признавая и в теории, и в практической своей жизни, призывая лишь Его Святое Имя. Вот, и все это совершается Духом Святым, в Духе Святом, в Духе Божьем. Вот так вот, друзья. Вот, и, но, хочу отметить, знаете ли, что последняя его книга, ну, это даже не книга, это его последняя проповедь. Вот, так, сейчас посмотрим. Вот, книги. А, это непосредственно книги отца Александра. Интересно. Я думаю, что надо будет нам сделать чтение, кстати, вот эти. Продолжить чтение, вот, именно по его книгам. Очень важно. Есть много очень ценного и очень такого, на самом деле, наиважнейшего вообще. Слава Богу. Да, здесь об отце Александре тоже есть книги. О, хорошая подборка такая. Да. Ай-яй-яй. Меневские чтения. А, здесь Меневские чтения только восьмого года записаны. Жалко. Десять лет назад только. К сожалению, других не вошло. Ну, ладно. Вот. И беседы здесь. Вообще, огромное наследие. Очень хорошее наследие. Много хорошего. Есть, конечно, и елисы некоторые. Но, что поделаешь. Знаете ли, как и многие другие православные учения, приходится, так вот, и вообще, конечно, как и не только православные, вообще, христианские учения, вот именно, приходится фильтровать. Сейчас, нет, здесь не вижу я что-то этого издания. Дело в том, что накануне своей смерти, именно, потом найду, мы вечерком почитаем сегодня, накануне своей мученической смерти, он вошел в небеса мучеником за Христа и был убит, как священник, идущий в храм на служение. И, знаете, накануне, это было 9 сентября, а вот накануне 8 сентября он в Москве был, по-моему, на Красной Пресне. Я сейчас могу ошибаться, по-моему, на Красной Пресне. И там он проводил беседы, встречу, проповедовал. И вот его последняя эта проповедь, так получилось, которая была записана, интересно, она стала книгой. Кстати, вы, наверное, многие из вас встречали эту книгу, брошюрку, может, она у вас есть даже, значит, «Быть христианином» ее. Потом опубликовали эту беседу вот с таким названием «Быть христианином». Вот, и эту книгу воспринимают очень многие сейчас христиане, и я лично также присоединяюсь к этим верующим, воспринимаем, как именно завещание отца Александра. Знаете ли, этот муж Божий, уходя, несмотря на свои заблуждения, там проблемы многие, он действительно был героем веры. Вот, и, знаете ли, пусть не будет никогда у нас такого, нате, традиционного, такого православного, иконописного образа, такого, знаете ли, идеального человека. У нас, христиан, должен быть лишь один идеал, безгрешный и сто процентов действительно святой – это Господь Иисус Христос. Как помните, в литургии православной, да, один из самых, на мой взгляд, трогательных моментов, я просто обожаю, люблю очень православную литургию, это жемчужина христианского богословия и практики богослужения практического. И, значит, один из, на мой взгляд, один из таких самых трогательных моментов литургии божественной – когда уже после освящения даров, когда священнослужитель поднимает хлеб Агнца и провозглашает «Святое святым», «Святое святым». И хор поет, люди поют в собрании «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, Аминь». И вот, вспоминая вот это литургическое действие, хочу сказать, что действительно, мы, христиане, вспоминая о многих святых прошлого или сегодня обращаясь друг к другу и к себе как к святым Божьим, потому что святой в библейском понимании этого слова – это не безгрешный. Святой в смысле безгрешный – это только лишь по отношению к Господу Богу верно. А святой, как святое именно, в библейском смысле слова – это человек, это отделенно для Господа. И мы святы, в Библии говорится, потому что Господь поселяется в нас, и Он отделяет нас для себя. И поэтому обращаясь друг к другу как к святым, я часто подписываюсь, тоже так, заметили, наверное, в письмах, допустим, или в посланиях каких-то, я говорю, всем святым в таком-то городе, допустим, в такой-то стране радоваться. Потом говорю, и еще, говорю, радоваться. Вот, значит, ну, или вспоминая о святых прошлого, ушедших в вечность уже блаженной, это, как, допустим, Александр Менин и не вспоминаем. Каждый раз хочется воскликнуть – един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Вот, я благословляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господня, благословляю, и чтение сегодня, ну, примерно час у нас будет чтений. Это, наверное, мы прочтем, как раз, быть христианином, что-то из проповеди Александра Менин. Вот, в 21.00 подключайтесь к прямой трансляции, тоже здесь на канале Ютуба. Благословляю всех вас, во имя Господне, и по поводу, как раз, памяти, дня памяти Александра Менин, хочу вспомнить слова из Писания Священного. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. А дальше написано, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Аминь. Благословляю вас словами благословения священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Рязани. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Жрублев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Киевская архиепископия. Мир всем вам. До встречи, братья и сестры, и на земле, и на небесах. Мир всем. Аллилуйя. Да, и вечером будет продолжение уже. Будем продолжать. Аллилуйя. Аллилуйя.